Комендантский час. Повсюду установлены камеры видеонаблюдения. На пропускных пунктах, в школах и садах не вахтерши, а суровые охранники. Казалось бы, все сделано для безопасности детей. Тем не менее, мы периодически слышим о страшных преступлениях. Пример тому случай в Кинишме, который потряс весь регион. Девятилетнюю девочку по дороге в школу затащил свою машину злоумышленник и изнасиловал. Мужчина арестован, девочка приходит в себя. В ОВД поясняют, в последнее время преступлений против неприкосновенности детей стало меньше. Этот случай вопиющий. Вообще, за прошлый год зарегистрировано около 500 преступлений, которые совершены в отношении несовершеннолетних. И среди них, к сожалению, зарегистрировано и преступление против половы неприкосновенности несовершеннолетних. Обращаются иногда к несовершеннолетним с какими-либо просьбами пройти к ним в машину, присесть или пройти с ними куда-нибудь. Возможно, попросят показать дорогу. В группе риска может оказаться любой ребенок. Специалисты определили, чтобы выбрать жертву. Преступнику достаточно 7 секунд. И за это время злоумышленник успевает придумать план. Способов заманить ребенка в машину и увезти с собой может быть много. Это и яркая игрушка, и тревожное сообщение от мамы. Предупрежден, значит вооружен, считает мама двух малышек Нина Зайцева. Машеньке 3 года, Соне 5. Возраст нежный, но обе девочки точно знают, что к незнакомцам на улице подходить нельзя. Умеренная осторожность, рассказывает Нина, дочкам точно не помешает. А маме гарантированно сбережет нервы. Психологи с Ниной согласны. Считается, чем раньше дети узнают, что чужим доверять не следует, тем лучше. Первое, чему я их научила, это в случае того, что если подходит незнакомый человек, это никогда с ним не разговаривать. Мы периодически обсуждаем с ними возможные ситуации, что если на площадке кто-то подошел к тебе, показывает котенку, куклу, леденец, что угодно, никогда не соглашаться идти с незнакомым человеком и всегда кричать. Чем громче, тем лучше. В детских садах и школах педагоги от родителей принимают эстафету безопасности. В качестве экспертов в классы приглашают полицейских. На уроках ОБЖ в школах ребятам рассказывают, как вести себя на улице. В ходе обсуждений ученики вырабатывают определенный алгоритм действий для каждой конкретной ситуации. Ребята изучают основные признаки опасности и даже психологию преступников. Чтобы ребята сами могли распознать признаки опасного явления. Дома, на улице, в городе. Ну и без вреда для своей жизни, для своего здоровья выйти из любой подобной ситуации. Учителя ОБЖ советуют в каждой семье придумывать свои правила безопасности. Отличным вариантом может стать пароль. Какое-нибудь ключевое слово, которое знает только ребенок и его родители. Если злоумышленник попытается надавить, сказав, например, что мама в беде, ребенок спросит пароль. И не услышав заветного слова, поднимет тревогу. Вообще не вступать с ними в контакт и не ходить по улице в темное время суток за 10 часов. Когда я иду гулять, уже ближе к вечеру, мама мне говорит, или папа, что к какому-то времени, в основном это 8 часов, быть дома. И если я задержусь, я звоню. Специалисты советуют не отпускать детей из дома без заряженных мобильных телефонов и полного баланса, чтобы в случае ЧП ребенок смог позвонить. Необходимо также рассказать ЧАДу и о коротких номерах экстренных служб. Обойти все ловушки преступников нельзя, но можно научить детей быть осторожными. Мария Попова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.